В зале попечительского совета состоялся ректорат Казанского федерального университета. Основными темами стали привлечение абитуриентов и стратегии приемной кампании институтов, а также концепция развития математического образования, разработанная проректором по образовательной деятельности КФУ Дмитрием Таюрским. Заседание началось с доклада о ходе создания ситуационного аналитического центра КФУ. Центр формируется также как образовательный. Он станет местом постоянной практики для студентов-международников, политологов и социологов. Следующий доклад посвящен развитию математического образования и науки. Доклад о создании рабочих групп по разработке дорожных карт включения институтов математического и IT-профиля в развитии образовательных и научных проектов по приоритетным направлениям КФУ разработан проректором по образовательной деятельности Дмитрием Таюрским. Целью является разработка стратегии по увеличению привлекательности для абитуриентов математических направлений. В своем докладе Дмитрий Таюрский привел несколько примеров удачных действий для достижения этой цели. Вот факультет философии, программа дисциплины, математических конфликтов и принятие политических решений. Значит, может быть название громкое, но тем не менее это название отражает суть образовательной программы самой и завлекает студентов. По каждому из математических направлений предложено создать рабочие группы. Ректор университета Эльшат Гафуров отметил важность математического направления в образовании. В случае отсутствия должного результата работы возможно объединение структур математических институтов. За достаточно короткое время нужно при желании, при правильной установке вопроса, достичь намеченных целей. Структурные изменения в путь до объединения институтов будут происходить. Значит, сегодня все, что будет происходить, зависит, уважаемые коллеги, от вас, от тех рабочих групп, которые вам сейчас предлагают сформирование. Изменения затронуты другие институты. По результатам рекомендаций экспертов Корпоративного университета Сбербанка, количество кафедр в Институте управления экономики и финансов будет уменьшено. Напомним, что Корпоративный университет Сбербанка проводил курсы повышения квалификации сотрудников КФУ. Целью этих действий является развитие института и рост профессионализма выпускников. Следующим вопросом стала подготовка к приемной кампании 2018 года. С докладом на эту тему выступил ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Он отчитался о проделанной работе и представил ректорату аналитическую информацию, необходимую для корректировки стратегии привлечения абитуриентов институтами. Тему продолжил директор химического института имени Бутлерова Владимир Галкин. Обновления направлены на продвижение в социальных сетях с описанием преимуществ обучения в КФУ от имени самих студентов. Далее о результативности инвестиций рассказал проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин. Он довел до сведения директоров структурных подразделений результаты договорной и основной образовательной деятельности институтов. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что все институты должны выйти на уровень самоокупаемости. Мы хотим, как с вами изначально договорились, вывести институты как на отдельные самостоятельные подразделения. По крайней мере, чтобы мы посмотрели, выходим мы или не выходим. И где наши события? Директор Института экологии и природопользования выразила надежду на рост числа студентов. Директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Айрат Хасьяна, в свою очередь, рассказал о новых методах привлечения абитуриентов. Один из них — прямые трансляции в социальных сетях. Директор Института управления экономикой и финансов КФУ Наиля Багауддинова выразила обеспокоенность малым количеством бюджетных мест в этом году. Это количество на порядок ниже, чем у университетов Москвы и Санкт-Петербурга. В связи с этим замечен отток талантливых студентов в федеральный центр на бюджетные места. Из-за этого профессиональная подготовка выпускников региональных вузов существенно ниже. Также Институт переживает структурные трансформации. Планируется переименование кафедр. 11 подразделений в Институте реорганизуются в 4 укрупненные кафедры. Все это в совокупности с созданием Высшей школы инновационного бизнеса позволит Институту управления экономикой и финансов сфокусироваться на своих сильных сторонах для продвижения. Предложения были приняты ректоратом с некоторыми дополнениями. Окончательное решение будет приниматься голосованием на ближайшем Большом ученом совете университета. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универньюс.